В последние годы в Севастополе футбол 8 на 8 догнал, а может даже и перегнал по популярности своего старшего брата 11 на 11, по крайней мере среди любителей. Теперь высшие и средние специальные учебные заведения решили создать собственную лигу для студентов. В этом году Севастопольский государственный университет выиграл грант и уже в середине осени при поддержке Росмолодежи состоялись первые игры. Сейчас мы проводим соревнования по среди студентов вузов и СУЗов. У нас участвуют 16 команд. Две команды из техникума и колледжа. А остальные у нас представляют высшие учебные заведения. Это МГУ имени Ломоносова, РЭО имени Плеханова, Севастопольский государственный университет и ЧВМУ имени Нахимова. До конца месяца станут известны пары, которые встретятся между собой в играх на вылет. 24 октября состоялся решающий матч в группе Г. На поле вышли два лидера – команды Политехнического института Севастопольского государственного университета и Промышленно-технологического колледжа. До этого оба коллектива уже провели по два матча, в каждом из которых одержали победы и обеспечили путевку в раунд плей-офф. Оставалось решить, кто выйдет из группы с первого места, а кто со второго. Построил ребятам на игру, сказал, как надо играть, кто где играет, дал указания, посмотрим, матч покажет, я прав был или нет. А если вот не секрет, у вас какие толкости? Ну да, да, вот о чем вы говорите? На что надо этим говорить? Ну это тренерские секреты. Грантовый проект подразумевает проведение региональных соревнований среди высших и средних специальных учебных заведений не только по футболу. По другим видам спорта, киберспортивная лига на следующей неделе у нас окончание, баскетбол тоже в это время. И регби будет проводиться только в один день, проводиться на стадионе 200-летия Севастополя 26 числа. Организаторы рассказали, что реализация грантового проекта региональных студенческих лиг задумывалась лишь на этот год. Однако сейчас они намерены подготовить новые идеи, получить финансирование и проводить турниры по различным видам спорта. Антон Шачков, Анатолий Паньков, Севинформбюро.